Привет! С вами Сойер. Сегодня решил поговорить про анализ кода и взял за основу Angular. И даже сегодня речь пойдет не о анализе кода, а о способе организации репозитория, о том, как коммитят профессиональные разработчики. Я думаю, что Angular, наверное, у всех ассоциируется с профессиональными разработчиками. Это Google. Не думаю, что у кого-то есть сомнения, что там работают сильные программисты. Так вот, давайте посмотрим, как они организуют свою историю коммитов, как они коммитят, как они реализуют принцип. Коммитим рано, коммитим часто. Я думаю, это будет интересно. Я взял, конечно, не весь фреймворк. У фреймворка используется пакетная структура, да, то есть когда у нас все функциональные вещи вынесены в пакеты, а пакет это, по сути, мини-приложение. Я вот буду рассматривать сегодня маршрутизатор, роутер, который можно рассматривать, как я уже сказал, как мини-приложение. У него есть своя структура, есть все атрибуты, которые мы привыкли видеть в самостоятельных приложениях. Это readme-файл, package.json. И так как речь идет о фронте, то это здесь прямо часто встречается. Вот. И, по сути, можно даже роутер называть модулем, потому что, несмотря на то, что в реальности в пакете может быть несколько модулей, здесь мы видим, что у роутера ровно один модуль, поэтому в данном случае модуль и пакет — это одно и то же. Поэтому здесь я могу периодически оговариваться и называть роутер не пакетом, а модулем, потому что у него других модулей внутри нет. Давайте немножко так обзорно посмотрим, что нам, какая структура здесь предлагается. Как я уже сказал, сам Angular — это пакетная организация кода. У нас есть папочка скрипты, где сборка и запуск тестов у нас представлены скриптами. Ну, в общем-то, стандартные папки исходных кодов и тестов к ним. Тестов не очень много, и здесь я хочу обратить внимание на такой подход, когда с помощью папок проводят некую еще и архитектурную границу кода. То есть мы видим, что у нас есть утилиты, операторы, и такое название, которое я сходу не могу идентифицировать, кроме того, что Ahead of Time — здесь компиляция какая-то имеется в виду. Ну, в общем, надо разбираться, что здесь имеется в виду. Вот сходу я не смог понять, что здесь за summary такое. Окей, но тем не менее, тестов не очень много, они проходят по архитектурным границам самого кода. То есть если мы посмотрим, что из себя представляет CRC папка, то мы видим, что здесь есть утилиты, RxJS операторы, да, это операторы для библиотеки RxJS, о них можно будет поговорить в отдельном видео, тут тоже есть интересные такие штуки, которые можно рассказать. Сами директивы — это роутер Outlet, роутер Link и компонент. То есть это, в общем-то, вещи, которые совпадают с архитектурной декомпозицией роутера. Да, у нас должен быть компонент, отвечающий за то, что мы вставляем туда компонент нашего приложения, у нас должны быть директивы, которые тут делаются, и это архитектурные границы, которые еще и совпадают с папками. А вся остальная логика, она вот в корне CRC представлена в виде файлов, которые, по сути, тоже являются декомпозицией, но уже связаны с непосредственной функциональностью самого роутера. Вот, и, соответственно, тесты частично повторяют эту структуру, проводя те же самые архитектурные границы, но как бы уже для тестирования. Здесь надо сказать, что тесты покрыты крайне слабо, и я думаю, что есть какая-то общая система тестирования, которая весь фреймворк еще прогоняет через тесты, и здесь делается, наверное, что-то уж совсем такое точечное, что можно сделать при сборке или при отдельном запуске тестов самого роутера. Все остальное, функциональное, end-to-end, тестирование, скорее всего, делается уже в самом проекте вместе, но я пока этого не проверял, но предполагаю, что так. Не думаю, что тестирование здесь плохо реализовано. По крайней мере, тестов вот здесь маловато, на мой взгляд, для полноценного тестирования на уровне пакета, поэтому где-то должны быть еще. Окей. Давайте немножко посмотрим на код, и уже посмотрим потом на историю коммитов, там довольно интересно все. Что здесь хочется отметить? Я хотел бы сходу отметить то, что часто задают вопрос, мол, а где ваши структуры данных, где ваши алгоритмы, где они используются в реальных приложениях. И вот я хочу сказать, вот они здесь и используются. Если вы посмотрите, то дерево – это классическая структура данных. Дерево, которое есть в каждом учебнике по структурам и алгоритмам данных. Оно здесь представлено, соответственно, по классике. Есть, соответственно, потомки, есть корневые узлы, списочная структура. И, собственно, для обхода дерева мы знаем, есть обход в ширину, есть в глубину. Здесь обходится, используется алгоритм обхода в глубину. Соответственно, рекурсивный подход. И, в общем-то, все, что здесь сделано, это реализация классического алгоритма построения дерева и обхода дерева с поиском узлов. Где узлы – это у нас… Узлами являются структуры, которые отвечают за хранение информации о маршрутах нашего приложения. То есть дерево здесь используется для организации маршрутов внутри приложения. И это правильно, потому что можно рассматривать дерево как частный случай графа, а графы, как известно, очень хороши при задачах построения маршрутов и там поиска кратчайших путей в том числе. Окей. То есть вот вам, пожалуйста, реальная практика реального структуры данных, которую можно посмотреть, как используют ребята из Google. Здесь есть и другой интересный код. Здесь можно посмотреть, например, на TypeGuard, который тоже можно рассматривать в отдельном видео. Мне нравятся здесь те сужения, которые не делают для TypeScript. Если вы знаете, то в данном случае, например, у нас, в общем-то, из комментария даже можно прочитать, что делает эта функция. В данном случае мы не только проверяем на то, что у нас какая-то… Ви является функцией, мы еще и сужаем его до определенного значения t, который указан в женерике. И по сути это значит, что мы можем указать и сузить, что у нас не просто является функцией, да, а какой функцией, с какими аргументами, да. То есть если мы потом вот здесь попытаемся передать три аргумента, а мы сузили до конкретно функции с двумя аргументами, до product, то вот здесь будет ошибка, скажется, что должно быть два аргумента. И вполне возможно даже TypeScript достаточно умный для того, чтобы отследить, что мы должны использовать именно конкретную функцию. Да, то есть сужение используется и TypeGuard используется для того, чтобы подсказать TypeScript, как рассматривать наш код, какими типами мы покрываем наши значения, да, какими они типами являются, после того, как мы применили TypeGuard. Это, в общем-то, отдельная тема, о ней можно отдельно поговорить, интересно. И здесь, в общем-то, видно, что несколько TypeGuard добавляется, они, естественно, используются внутри приложения. И, в общем-то, если вот вы даже не знали, что такое TypeGuard, вы залезли в код Angular, начали смотреть, начали разбираться, погуглили и уже расширили свои знания. То есть вот таким образом это все и происходит. Мы начинаем читать код. Сначала мы смотрим структуру, смотрим, что является у нас архитектурной границей, что у нас есть за код, что за примитивы там используются, что за расширение функциональности у нас используется, какие утилитарные классы. Уже из этого мы начинаем видеть различные синтаксические вещи, связанные с языком программирования. Начинаем гуглить и уже получаем некое представление о том, как это все работает и новые знания. Вот это самое замечательное, что есть в коде, когда вы смотрите на код и не понимаете, почему это так написано. Начинаете искать ответ на этот вопрос и начинаете получать дополнительную информацию. На этот момент, в принципе, обзорно мы роутер посмотрели, поняли, что он представляет из себя небольшой пакет, который, в общем-то, занимается маршрутизацией, использует для хранения конфига маршрутов дерева, для, соответственно, основной своей логики использует RxJS. Это реактивный подход, у него, соответственно, есть операторы. Это уже дает нам какие-то зацепки. Но теперь давайте посмотрим на сами коммиты. Да. Вот здесь достаточно разветвленная система коммитов. Точнее, не разветвленная, а достаточно длительная. Да, очень давно разрабатывается этот пакет. Мы видим, что изначально этот пакет был создан прямо, практически, я так понимаю, из готового кода. И из комментария к коммиту мы видим, что он стал из модуля превратился в пакет. Да. Хотя, как я уже сказал, по сути, он, границы модуля стали равны границам пакета. Вот. Давайте посмотрим, как же теперь ребята из Google организуют свою работу. Значит, видим, что у них есть достаточно известный, скажем так, семантический подход к комментированию. У нас идет некая информация о том, что из себя представляет коммит. Это либо фикс, либо рефактор, либо новая фича. То есть, семантика этого коммита отражается. И дальше, какого компонента он касается, в данном случае, пакета роутер. Далее идет описание изменений, которые происходят в коммите. И обязательно идет связка на тот issue, который открыт на GitHub. Да. То есть, если мы посмотрим, то все, что делается в... Вот я сейчас сказал все, а здесь вот некоторые на самом деле не связаны с issue. Но, скажем, основная часть, большая часть вещей, которые связаны с работой над проектом, связаны с какими-то конкретными открытыми кейсами, тасками. и они связываются по средствам указаниям этого таска в коммите. Вот они здесь видны. как я поторопился, ну, в общем, как вы видите, не везде это указано. Непонятно. А нет, указано, да? То есть, может быть указано вот здесь, внизу. То есть, вот здесь вот указан все равно, с каким баг-репортом этот фикс связан. Окей, то есть, как я уже сказал, три основные части. Это описание того, чем является коммит, описание того, что сделано в коммите, и связка с конкретным таском, который у нас есть на гитхабе. Значит, здесь есть еще определенные правила именования коммитов. Как бы, если совсем просто сказать, то можно сказать, что перед тем, перед текстом коммита можно добавить фразу после применения этого коммита у вас будет, и вот что будет описано в тексте коммита. Я сейчас не буду там про падежи, про другие вещи, связанные с оформлением с позиции языка, там, английского или русского, потому что я в этом, если честно, немножко плаваю, поэтому не буду сейчас как бы на этом останавливаться, но текст коммита он в определенном времени, в определенном падеже должен быть, то есть это надо посмотреть в интернете, и вы наверняка это найдете. Окей. Значит, теперь, что касается принципа того, каким образом составляется текст коммита, если вы посмотрите, то многое из того, что есть в коммите, периодически, сейчас я вот найду, тут видел интересные коммиты, периодически дублируются, то есть мы видим, например, сейчас серию коммитов, которые связаны с одним и тем же pull request, я так понимаю, в данном случае это, скорее всего, pull request. Так вот, мы видим, что они связаны с одним и тем же pull request, и в некоторых случаях, кроме непосредственно того, что выполнено, еще и присутствует текст самого pull request, то есть мы должны понимать, что у нас будет сделано в общем, то есть так как у нас есть один общий pull request, то мы должны понимать, что в общем должно быть сделано. И вообще, как бы, вот такие текстовые объемные описания, сопровождающиеся и в коммитах, и в pull request, дублирующиеся, это очень полезно для того, чтобы другие разработчики, не читая код, могли понять, что в нем происходит, потому что складывается ощущение, что быстрее всего понять что-то прочитает в код. Но вот вы сейчас поймете, что на самом деле это не совсем так. Почему? Вот как раз сейчас смотрим на принцип комментируем, часто комментируем рано. На самом деле, коммиты, они очень небольшие, и я, если честно, не очень любитель микрокоммитов, как вот здесь, да, то есть таких прямо на каждую функцию, да, в данном случае, если вы посмотрите по описанию, коммиты на каждую, абсолютно каждую функцию сделала на твой коммит, то есть мы сделали, по сути, рефактор функции, и вот название функции указано в тексте коммита, а, соответственно, само изменение касается только этой функции, да, вот если посмотреть, вот, как бы, вот это изменение, то есть оно небольшое. Соответственно, когда вы анализируете серию коммитов, вы, соответственно, можете, конечно, ориентироваться на название функции в тексте коммита, но если вам нужна какая-то сложная логика, она будет раскидана по нескольким коммитам, на мой взгляд, это будет не очень удобно, я бы все-таки группировал по логическому принципу, хотя в данном случае, кто я такой, чтобы поправлять ребят, которые работают в гугле, поэтому, в общем, логика такая, коммит, текст коммита позволяет найти тот код, который вас интересует, но он не должен отвечать на вопрос, как этот код работает, хотя в данном случае у нас, как я уже сказал, коммиты периодически сопровождаются тем текстом, который есть в пул-реквесте. Это удобно, но, по сути, как бы, то, как работает и что сделано в каком-то конкретном логическом куске описывается в самом пул-реквесте, потому что, если вы связываете несколько коммитов с одним и тем же пул-реквестом, получается, что у вас логическая единица, целостная единица, законченная единица, она является пул-реквестом. Соответственно, и описание того, что в этой законченной единице делается, должно быть в пул-реквесте. Вот. Но, тем не менее, делается довольно такой объемный рефакторинг, связан с тем, что они приводят к, я даже не знаю, как pipeable перевести на русский, в общем, к pipeable в виду набор функций и каждая, каждая абсолютно функция оформляется в виде коммита и сопровождается, соответственно, ссылкой на пул-реквест. Вот. Это первое, что бросается в глаза. То есть, принцип того, как семантический подход к формированию коммита, соответственно, и, в общем-то, грануляция на уровне прямо функций, то есть, на уровне непосредственно элементарного атомарного действия. То есть, разделить вот этот коммит еще на коммиты уже нельзя. То есть, он атомарен, неделимый, соответственно, каждый коммит в этом смысле должен быть неделимым, и тогда он, как бы, если его меньше или сделать нельзя, вот этот как раз принцип комментирую, коммит делаем рано и делаем часто. Значит, в общем-то, если мы посмотрим на вот этот код, мы увидим, что большая часть работы, которая здесь выполнялась, это рефакторинг и внесение исправлений, связанных с запросами. Вторая интересная вещь, это что делать, если вы внесли изменения, мы сейчас посмотрим вот на эту серию коммитов, видите, у нас есть фикс роутер, который проблему какую-то фиксирует, и она была в данном конкретном шаге отменена, реверт был сделан. Изначально она была вот здесь сделана, то есть, мы смотрим, как ребята из команды ангуляра поступают в ситуации, когда они сделали какое-то изменение, мы обратили внимание, что тестов там у них не так уж и много, вот они сделали изменения, отправили эти изменения в pull request, он был принят, и, собственно говоря, происходит интересная штука, у нас оказывается, что этот pull request вносит какую-то ошибку. Что делают в таких случаях? А вот делаем элементарно, делают еще один, соответственно, заводится кейс, в котором делается откат предыдущего pull request, а в некоторых случаях еще делается откат отката, то есть, это, как вы видите, нормальная практика ревертов, или ревертов, не знаю, как хотите называть их, здесь достаточно много, то есть, мы делаем что-то, отправляем pull request, его принимается, делается общая сборка, тестирование, находятся ошибки, возвращается, мы делаем реверт, и их может быть несколько, это нормальная практика, которая используется в больших командах, то есть, если вы что-то сделали не так, вы отправили commit, потом его отревертили, сделали на этот счет еще один commit, ну, естественно, все это делается через дополнительный pull request, вот, это как делать ситуация, когда ошиблись, ошибка вылезла, бывают достаточно такие простые вещи, связанные с правкой документации, но они точно так же делаются через pull request, и связываются с pull request, и, соответственно, могут целые commit, быть связаны только с исправлением документации, здесь используется самодокументированный код, то есть, потом у нас весь код, который находится после таких двойных звездочек, собирается с помощью систем сборки документации, и, в общем-то, по сути, вот эта информация, которая лежит в комментариях, она потом попадает уже документацию на ангуляр, что есть удобно, вот, что, какие еще у нас есть варианты, ну, есть вещи, которые связаны конкретно со сборкой, и здесь мы видим, что в данном случае у нас это были чисто какие-то косметические правки, да, это просто реформат, это даже они называют в данном случае не рефакторингом, хотя, как бы, изменяется синтаксическая, не синтаксическая, а оформительская часть файла, значит, это просто реформат к новому виду, это помечается, соответственно, как build, да, то есть, что у нас здесь основные, какие у нас используются ключевые слова, это fix, build, docs для документации, revert, revert, в данном случае это не отдельное ключевое слово, это просто пояснение, дальше, кроме doc, еще фича должна быть, сокращение от фичи, fit, и, по сути, вот эти вещи основные, которые используются в семантических коммитах, и вот фичи найти сложнее всего, то есть, как вы видите, большая часть работы, это рефакторинг, это фиксирование багов и изменение документации, но все-таки хочется, вот, 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 как выглядит внесение фич, да, то есть, у них тоже есть pull request, у них есть завязки над руки, и ищу, да, и довольно подробно, я уверен, что эта же информация указана и в pull request, и в других, ищу, связанных с этим коммитом, значит, вот так строится работа команд, да, мы можем легко по истории коммитов посмотреть, что было сделано, коммиты делаются атомарно, то есть, они делаются максимально маленькими, соответственно, они могут происходить, чуть ли там, не каждый, ну, в данном случае, вот, в рефакторинге, давайте посмотрим, они достаточно часто должны происходить, то есть, 5.12, 8.18, это уже следующий день, то есть, интересно то, что делается достаточно на таком неспешном, спокойном тоне, давайте посмотрим на время, 3.19, 3.33, и вот пошел уже 7.27, то есть, мы сделали два рефакторинга, потом достаточно длительный перерыв и делается дальше, то есть, на самом деле, вот этот минус такого достаточно плотного создания коммитов как раз заключается в том, что ритм, он достаточно должен быть такой размеренный, неспешный, если у вас прямо какая-нибудь небольшая команда, стартапы, вы там фигачите, я думаю, вам будет крайне сложно вот постоянно делать такую, такие мелкие коммиты, поэтому, собственно, я на практике все-таки предлагаю использовать укропненные коммиты, если вы занимаетесь какими-то проектами большими, у вас маленькая команда, маленькие бюджеты, и вам важнее филить функциональность, то здесь, конечно, вот такой прямо детализированный подход будет сложно выполнить, но вот как бы стремиться нужно именно к такому подходу, как у ребят из ангуляра, потому что это считается как бы золотым стандартом ведения репозитория, семантическое комментирование, плотные коммиты, мелкие коммиты, атомарные коммиты, атомарность репозитория, и вот основная работа это именно на постоянные улучшения, то есть не нужно делать, не надо бояться улучшений, и, соответственно, не надо бояться откатывать, если где-то какие-то проблемы, вот как это все делается, мы увидели. Надеюсь, вам было интересно послушать мои мысли, я не готовился особо к этому видео, я, конечно, пробежался по диагонали предварительно, потому что есть репозитории, вот, чтобы найти какие-то интересные места, если какие-то есть проблемы в изложении, поправьте меня, если интересно такой формат, тоже напишите в комментариях, какие вещи вам интересны, на что обратить внимание, и я попытаюсь еще там по коду что-то поснимать, но снимать очень сложно, потому что, как вы понимаете, код это разноплановая вещь, и вот такие размышления, они, в общем-то, будут достаточно размазанными и не сфокусированными. Надеюсь, вам понравилось, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok